день добрый фаной витая шановная и сегодня мы распашнем новый класс класс d про сегодня у нас посад посад b7 я раньше еще не снимала машины этого класса сегодня у нас машина интересно уникально интересно интересно тем что это посад который у нас на самом деле наш в рынке не продавался это американец и здесь находится очень интересный мотор двигатель здесь два с половиной литра рядная пятерка себе типа он называется он встречался практически только там штатах бразилии в общем в том регионе американцев что про него рассказать давайте поднимем капот парни выключил значит смотрите это на самом деле это рядная пятерка вот не надо путать с мотором vr5 который был когда-то в европах это совсем другой двигатель это не vr5 это значит именно просто без развала 10 градусов это было на верах это просто обычная рядная пятерка этот мотор на самом деле берет свое начало еще с 80-х когда audi ну сейчас же понятно что volkswagen audi это однако он контора когда audi на свои квадро всех рвала версии тогда у него была еще рядная пятерка и здесь в принципе двигатель который бьет корнями оттуда вообще история там такая volkswagen вак вот эта группа корчваген с audi вместе они когда-то в начале 2000 пытались выходить на американский рынок со своими турбопукалками с этим с 18 мотором 10 двухлитровым нихера у них не получилось почему потому что для американского рынка понимаете американцы считают что дух литровым может только пакет пакет сока вот какая классная погода значит пакет сока только в америке может двухлитровым двигатель это не двигатель это газонокосилка для них и у них такой мотором принципе права на счету они имеют они быстро зарезали мотор очень критичен к смазывающим материалам к маслу и но никак у них не работал 11 и 8 который turbo был они укладывали моментально вот с их маслами с их отношением к автомобилям мотор моментально выходил из строя и значит видеть в американском машине штатов гудрон в поддоне такой слой битума это просто в каждой первой значит они поигрались и не достали своего бабушкину сундука этот двигатель который был 80-х приволокли его туда надо сказать что вот на этом настолько удачный этот мотор да это нередная шестерка почему не почему-то они делали на пятерки почему они как бы остановились на них хотя каталась шестерка лучше лучше сбалансированного не больше оттяги больше отдачи но при поперечной компоновки шестерку невозможно с моторный отсек ну просто это не влазит поэтому пятерка была таким разумным компромиссом поэтому они балли с небольшим развалом углом между поршнями поэтому они экспериментируют все ради того чтобы в стесненная подкапотная пространство спире с передней поперечной компоновкой можно было солнце какой-то объемный двигатель и поэтому значит пятерки до них потряхивать они хуже сбалансирован даже чем четверки но отдача у них особенно тяга на низах гораздо лучше интереснее вот от мотора из этого поколения они его достали приволокли на этом блоке точнее на этой геометрии они делали потом rs-3 на 400 лошадей ладно давайте продолжим и салона потому что у нас портится погода я вкратце покажу мотор просто чтобы видели я не хочу разбирать здесь разбирать все полностью надо тут снимать снимать кожу снимать весь разбирать впуск вот четко видно что это рядная пятерка да причем без развала что интересно обратите внимание все навесной висит сбоку здесь нету не видно нету механизма газовое распределение с этой стороны это была унификация на 151 дизеле такую штуку сделал ауди здесь это унификация с продольной компоновкой по душе двигатель ставился и в audi volkswagen volkswagen и поперечный audi продольной компоновкой страдает и значит здесь значит все навесное находится с передней стороны мотора а здесь заднюю стороны где крепится коробка где маховик здесь находится механизм газовое распределение прямо вот висит прямо маховика это сильно экономит место и мотор лучше влазит в плане компоновочных соображений поперечную поперечном приводе и при продольной компоновки он сдвигается ближе к переборке это лучше для развесовки такая схема но при обслуживании конечно чтобы поменять эту цепь здесь цепь конечно не ремень потому что все в масле и чтобы поменять эту цепь конечно гемора тут очень прилично то есть очень серьезно надо чуть ли не надо скидывать всю коробку надо скидывать двигло чтобы туда залезть а цель на самом деле до седьмого года здесь были большие проблемы с цепью был отзыв меняли там натяжители меняли башмаки менялась конструкция после седьмого года вроде бы как эту проблему порешали почти двигатель интерес здесь обычно распределенных про это конечно rs 3 когда с этого 10 170 лошадей на сука помню вот в 1 3 вот с этой геометрии на сколько на удачного ты на геометрический криво ошибках хорошо просчитан какая геометрия шатунов соотношение бор и строк это все есть настолько удачно в плане мы ресурса и надежности что в принципе вот этой геометрии конечно блок там немножко изменен там снималась за 400 лошадей то под 600 снимает особо особенно без проблем очень много на него тюнинг тюнингов в штатах очень много то есть есть дополнительно масло радиаторы кто собирается сюда есть компрессора есть чарджеры то есть очень много всяких наворотов на это двигатель можно привести и двигатель реально едет то есть в отличие от туда от этих труба пукалах корчу агеновский которые там жрут масло разваливается это двигатель реально хорош и штатах он пошел и принципе пользуется популярным спросом ладно да я так бегом пробежался остальное расскажу машине подошла с апрель месяц снег идет но как обычно такая белорусская весна видите конец апреля а у нас снег посад хорошо закрывается ну давайте поговорим за за объем за простор спереди за посадку за рулем в этой машине как я уже много раз говорил про посад и про этот класс вообще принципе седаном д-класс ну и c-классе данность попадется конечно седан должен быть д-класс вот а первое во вторых в этой машине конечно за сидеть низко чтобы ощутить все прелести эргономики надо надо садиться так чтобы панель была где-то вот на уровне вот так вот рук если вы задираете сидушку максимально наверх регулировки позволяет сделать вы потеряете в комфорте в эргономике здесь сидеть надо именно так чтобы панель была вокруг вас и как бы вас окружала низ не находилась на уровне колен а именно вот на уровне говоря рук чтобы вы могли спокойно браться за все это прибор и под это просчитана эргономика автомобиля здесь принес все неплохо и машина не такая скучная как могла бы быть к пассату обычно относишься к какому-то практиш квадратишу примитивно скучно неинтересно на самом деле все очень неплохо и даже вот какие-то ставочки под дерево есть кэш это пластик все это вот но все равно выглядит выглядит красиво даже есть часы такой знаете намек на какую-то премиальность машина удобно главное здесь именно главное достоинство volkswagen это конечно эргономика удобства просчет все выверено настолько что доколупаться просто не к чему садишься после после пассата не знаю куда-то даже в ту же тойоту не знаю я уже молчу про subaru вот садишься и ну да чувствуешь что конечно все-таки немножко очень простятская фальсваги все выверено все все точно этот салон что вот интересная особенность черта пассатов audi тех же да что салон выглядит одинаково что у него пробег там 50 тысяч 100 тысяч 200 тысяч он практически не изнашивается то есть эти салоны интересны еще и этим то есть материалы их качество подобраны так чтобы салон еще и ходил довольно долго он удобен он практичен он долговечен это главный плюс этого автомобиля чтобы здесь что-то скрипела если у вас крепит посад ребята значит он был бит это вам сразу скажу здесь крепить ничего не может и не должно запомните сразу пластика 5 если говорить вот 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 этот пластик с которым надо сравнивать другие машины вот именно таким должен пластиковые автомобили не так чтобы там проваливался проминался от руки не жестким а именно вот как вот как в этой машине вот это вот образец как надо делать автомобили и руль по толщине приливы где надо тоже отличностью но я не знаю я рассказывать могу конечно очень долго хвалить прочесть практически можно все но как бы время наше не безгранична давайте остановимся тем более что на самом деле было бы комплектация побогаче было в что рассказать то что у нас типичная черта что я не очень кстати люблю на самом деле volkswagen если уже найти что поругать это то что у них вот если ей нет какой-то опции них это как заглушечка блин вот я терпеть не могу от корейцы чем вы молодцы относительно volkswagen что у корейцев в разных комплектациях по различному проработана эргономика у корейцев нет заглушек никогда у них бы другая панель вообще а здесь вот понятно что здесь могли быть кнопочки какие-то подогревы те же до включалки выключалки вместо этого натыркали заглушек да что ты понимал что ты блин нищеброд и сэкономил на чем-то а могло бы быть вот в этом паспорт посад и мне конечно точнее volkswagen мне в этом немножко не нравится ну ладно них такая политика и позиция всегда ну пойдем сзади посмотрим но смотрите вот сели сами за собой обратите внимание сука здесь конечно место блин посад всегда был в этом плане хорош да тут не просто ногу за ногу я не знаю что можно сделать но и вот какая какая грамотно выверенная подушка так угол наклона ноги ну даже намека нет на какое-то провисание как бы я их не ставил они все но лежат на подушке место вагоны с местом все хорошо мы конечно комплектация бедновато нет ни дефлекторов ничего есть только подлокотник но это кстати хочу отметить на нужной высоте это лючок можно открыть вот то есть на самом деле неплохо все в плане эргономических моментов сзади просторы здесь огромнейший огромнейший простор место здесь очень много и машина утина комфортная плюс вот кричевочки мелочевочки все это все это очень аккуратно сделано все аккуратно подобно немцы в этом плане конечно интересны всегда были хороши если взять какой-нибудь супер который построен это же базе там вообще космос я не знаю там местный ну и эта машина к шикарно сзади почему так получилось расскажу поперечная компоновка обратите внимание вот я с ростом 2 метра сел спереди и сейчас сижу с собой посреди относительно стойки где находится водительское кресло я далеко отодвигаюсь ну как недалеко но так умеренно и своим ростом вот видите почему так получилось то что педальный узел потому что рулевая колонка далеко задвинута вперед к лобовому стеклу и водитель сидит гораздо ближе к передней части автомобиля чем в любом в любой другой машине и это освобождает место сзади если в этой машине была продольная комбоновка либо же если в это капотное пространство то ставился какой-нибудь большой v6 как там то эти кемри да приходилось бы смещать педальный узел внутрь салона дальше это водительское кресло пододвинулся дальше сюда потому что педальный узел уже диктует условия и сдвигает водителя себе соответственно руль бы вынул вынос панель бы торпеда была бы немножко больше задвинутым салон это все бы влияло как бы на просторы места в пассате всегда была отличительной чертой чертой пассата была и на поперечная компоновка и очень далеко глубоко задвинутый педальный узел туда именно это в пассатах всегда давала огромный простор спереди и сзади в главный сзади вот именно вот эта особенность пассата на багажник посмотрим есть настолько много места что я я реально не могу дотянуться до спинки сидений объем я не знаю сколько здесь просто мне даже было лень смотреть сколько здесь по паспорту но тут 500 наверно 70 600 литров наверно потому что он просто какой-то куда-то безразмерный багажник огромная огромный объем какие нафиг полоседаны ё-моё не знаю о чем вы померяем шум значит и завелись двигатель слышно двигатель слышно работает от защитима 56 дециделла громковато реально мотор слышно чем-то не климат это реально мотор так у нас драйв уже управляема здесь конечно ну конечно на этой машине надо отметить сразу мы едем машина не новая пробег у него 40 тысяч миль да то есть это это на самом деле многовато в штатах и мы еще не знаем скручено могло быть вот разумеется машина со штатов была еще и бита скорее всего точно говорит владелец взятом может еще вперед ну давайте просто хотя бы поговорим про эту конструкцию автомобиля меня прогнал дождь и не закончил так вот я пытался донести такую мысль что концерт ваг наигрался свое время штатах своими турбомоторами но принципе они еще продаются особенно ну большие моторы тут трубовые пользуются спросом довольно хорошо вот их в принципе берут 3 литра очень там любят штата 42 литра тот мотор который раньше там был на а восьмых 42 литра его очень там любят на нем часто ездят но и принципе современная который пришел на замену двигатель 3 литров в принципе тоже более менее все остальное конечно американцы очень скептически относятся но как же может носиться как бы население страны с очень такой глубокой и давней автомобильной истории одни из первых у них автомобили пошли в широкие массы американцы поездили на 8 литровых моторах когда был бензин еще туда вот этот интеллированный когда у них были эти с чарджеры когда у них были корветы прочь вот эти огромные огромные монстры вспомин тоже хеми и так далее двигатель и после этого впаривать им 18 литр сай это смешно да то есть эти два с половиной литра для америки такой какой-то минимальный двигатель который имеет право вообще быть в автомобиле все что меньше это что-то уровень какой-то газонокосинки для американцев понятно что в европах в европах конечно решает экологии расход хотя на самом деле была версия этого двигателя специально сделано под калифорнию там жесточайшие самые жестокие экологические нормы в мире и несмотря на это этот двигатель там был и у него была специальная версия нам не помню он по моему был этими лямбда зомдами увешан как новогодняя елка вот но принципе ехал и что удивительное что все двигатели которые в актом продавал он даже дизеля умудрялся продавать с их нормами несмотря на это они ехали в принципе в тот же паспорт что и это они умудрялись и экологию соблюдать понижать при этом расход топлива чем здесь этот двигатель давайте буду рассказывать про него раз уже такой случай двигатель интересен в первую очередь тем что это уже современная рекомендации того старого мотора про которое сразу говорил он уже немножечко облегчен что самое главное как они понижали потерь я уже сказал про механизм газоспределения которые здесь цепной который стоит с непривычной стороны со стороны маховика это раз но это больше компоновочные соображения то есть в плане там какого-то отдачи это ничего не меняет из интересного тут то что масло насос тут двухрежимный маслонасос то есть основные потери двигателя особенно вот в режимах такого движения по трассе прочим таких как бы легких ненагруженных режимах это прокачка масла есть особенно мотор рассчитан на какое-то густое масло там сай 40 допустим тоже да то в данном случае в данном случае у нас получается что потерян этом огромный и если то есть японцы что сделать японцы они применяют масла с вязкостью сайт 20 такие веретенки практически нужен жидкие как вода такие масла они они могут себе это позволить у них очень высокая культура сборки автомобилей то есть сопряжение вкладыши подбираются зазоры тепловые выверяются так материалы подбирать таким образом чтобы при минимальных зазорах давление масла не убегает вот это все работает как-то не закусывает и принципе только японцы с этим сегодня можно смогли справиться хотя отметить тут тоже субару попытались не очень получилось они перешли на сайт 30 назад вах никогда не ездил таких маслах вот они наоборот уходят от этого чем точнее подбираешь зазоры тем сложнее такой собрать мотор на конвейере это огромные накладные расходы и проблемы и вак от этого на наоборот уходит они пытаются роботизировать максимально всю сборку и выверять зазоры то них никто никогда такой ерундой не сразу не собирается страдать поэтому конечно здесь ай-40 и это проблема для насоса и и вак и я знаю мерс и кто там еще не вспомню все они применяют именно двухрежимные масс-насосы вот они управляются и цу на режимах холостых оборотах они дают максимальное давление ну и лично скажем так давление а когда мотор переходит в режим к движению там по трассе на высоких или там просто режим высоких оборотов он переходит в другой режим при котором давление масса снижается то есть в обычном маслососе все это гонятся через редукционный клапан по сути насос молотит в холостую здесь вот например на такая схема причем поколение до седьмого года по моему там был трехбуквенный индекс я вот не помню б на боку б начинался там индекс двигателя там этого не было а вот поколение четырехбуквенный индекс себе тей который вот сейчас у нас под капотом 170 лошадей там был 150 и 170 здесь применяется уже такой маслосос это опять же что дает это увеличивает во-первых отдачу потому что меньше потери на массу на прокрашивание и понижает расход соответственно тоже ну вот вкратце рассказал про особенности мотора потом в отличие тыс а и здесь стоит распределенный впрыск именно распределенный впрыск такая старая решение то есть понятно что отдачи при этом какой-то космической не будет но при этом все равно 170 лошадей сказать что это мало я бы не сказал принципе на его массу мотор едет довольно хорошо разгонять эту будку и разгонять это делает уверенно ну мы проверим себя погоняем его на скорости на кольцевой конечно говорить про управляемость автомобиля нам кат как я делаю это с паркетниками это глупо но в принципе седан д-класс он на голову комфортнее любого паркета ну давайте померяем шум 74 76 децибел на самом деле я бы не сказал что так так уж тихо от посад ожидаешь большего честно больше ожидаешь я не скажу что там из такой же арки шумят на самом деле но шум именно от резина колес может быть резина какой-то владелец какая-то очень странная резина фишу резина говно да но может быть это связано с этим конечно может это связано с резиной что она шумно но как есть на зимнем было тише да ну может быть ну ладно 70 74 децибела многовато многовато проезжаем неровности проезжаем неровности практически изменения фона шума не происходит то есть она это прогладывает машина очень комфортно чем мне нравится современный volkswagen тем что они умеют именно настраивать ходовую часть автомобиля делать его одновременно и хорошо управляемым и при этом комфортным это они они ловят вот такую золотую середину дается не кажется поколение b7 но и b6 если говорить про пассаты да но отличается очень сильно от b5 b5 поколение пассатов это было audi полностью от и до то есть компоновка подкапотного пространства те принципы которые были там заложены это изначально было audi огромная проблема в обслуживании огромное усложнение и серьезное услугу усложнение подвески усложнение значит компоновочные которые там применялись машина была действительно сложная и она не пошла начиная с большинства пассаты по седьмой по сути рестайлить бы шестого если так правильно говорить а он стал более такой солидный внешний чуть больше похож на файтон уже так это были рестайлить они вернулись кто и компоновки и кто тем идеям которые были начиная там пассат b3 b4 то есть если говорить про компоновку капотного пространства про организацию подвески они вернулись такому надежному проверенному решению на котором они откатали и свое время завоевали всю европу и я считаю это правильно на этой машине скорость практически не ощущается то есть вот мы сейчас едем 90 но у меня ощущение как будто мы едем 60 реально скоростной режим то есть реально ощущение от того как она ездит длинная база низкая посадка так трафика почти нету есть чуть не дала поначалу резкая пробуксовка с места немножко сорвались но 92 100 есть все бросили пробный пробный заезд абсолютно на таком мокром асфальте недавно прошел дождик наш любимый посмотри что у нас получилось 973 да а должно быть 8 8 с половиной сейчас проедем готова готова ну что поехали все равно шлифует крутится до 6 крутится весело мотор вот этот рядная пятерка как раз тем и отличается что он хорошо это снизу и крутится до самого конца без провала очень тяговитый двигатель но при этом отличается тем что очень охотно и легко раскручивается вверх такой интересный момент у этих рядных пятерок поэтому они кстати используют еще хуже действие 8 все равно шлифует гадость чем сразу кикдаун не продавливал старался аккуратно ну коробка работает хорошо на самом деле закручиваю далеко ну 1036 лучше было 950 вот проехались на машинке до машинка конечно уже хорошо был немножко какие-то вещи получить не получилось посмотреть поэтому конечно видео получилось довольно коротким сегодня попытались проехаться попытались по эти характеристики что-то я рассказал про мотор но мое мнение следующее давать так про конкретные цепляры говорить не буду конечно с не надо еще работать прикладывать руки но расскажу про двигатель еще раз по черному что конечно моем понимании это отличный вариант плохо что эти это двигатель не поставляется наши солнышко выглянуло на елки тут то снег то солнце короче плохо же двигатель не поставляется наш регион плохо что его нет европе что трудно купить у нас по моему все-таки был на какие-то из мультиванов этот мотор или или нет нет по-моему был на туарегах 2 5 на бензиновый по моему двигатель сейчас на туарегах ну да ладно значит главное что конечно с этого двигателя всего модификации там с изменениями но таки снимали там за за 400 лошадей без проблем и этот мотор тянет соответственно имея всего лишь 170 ресурс у него огромен и чиповать его можно и тюнить и дорабатывать можно то есть тут непаханное поле для тех кто любит эти кто как бы делает но машина интересная конечно как семейная машина огромный просторный салон хорошая посадка хорошая эргономика и это такого знаете как садишься допустим не знаю куда-нибудь в какой-то не знаю в октаве тоже да то есть скучно как-то квадратно здесь уже где-то дерево какие-то часики там приборки то есть вроде volkswagen вроде что-то немножко такое интересненькое есть короче машина как машина должна быть неплохо просторно серьезно комфортно мягкая никакой управляемостью так что посад очень интересная конечно покупка но самая проблема увага всегда была и всегда есть конечно двигатели поэтому смотреть внимательно попадется такой вариант отлично не попадется будет там тс и какие-то или что-то еще вот смотрите дизеля у нас недавно был обзор значит тигуана с дизелем вот если такой дизель взять на этом посаде будет конечно вообще шикарный вариант но на этом наверно пока все спасибо еще раз владельцу такую возможность покатались посмотрели попробовали в конце концов редкую машинку вот но на этом все это побольше не до вас